МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новосибирские новости в студии Анна Кондратенко и в начале выпуска коротко о главном. Рекордный снегопад в Новосибирске выпала 10-дневная норма осадков. Сотни опоздавших на работу и десятки аварий. Первые в России менеджеры по профилактике диабета. В городе начинают работать врачи уникального профиля. Старейший литературный журнал «Сибирские огни» готовится к 90-летнему юбилею. Для читателей выйдет специальный выпуск. Обильный снегопад обрушился минувшей ночью на Новосибирск. По данным синоптика, всего за несколько часов в городе выпала 10-дневная норма осадков. Из-за утреннего коллапса на дорогах сотни новосибирцев опоздали на работу. Автоинспекторы зафиксировали около 60 аварий. Больше всего автомобилисты мучились на Бердском шоссе и Большевистской. Там образовалась рекордная пробка длиной 8 километров. Новосибирск, говорят горожане, вернулась зима. Надолго ли, выяснял Вячеслав Горчаков. Утром городские магистрали превратились в сплошные парковки. Многокилометровые заторы растянулись на Мачичинском и Бердском шоссе, на улице Ватутина, Богдана Хмельницкого и на Красном проспекте. «Сегодня очень трудно добирался до работы. Даже опоздал на целых полтора часа. Жуткие-жуткие пробки». Дороги засыпаны, пробки. Ехал с Калининского района, минут 40 добирался. Убирать снег с городских улиц начали еще ночью. Однако из-за многочисленных пробок работа затянулась на целый день. «Вот с утра уже сколько загрузил, еще осталось снегу сколько. Видите же сами. Не успевают ездить, машин мало». Ситуация осложнялась недостатком техники. С наступлением тепла значительную часть снегоуборочных машин успели перевести на летнюю комплектацию. Поэтому дорожные службы решили привлечь дополнительные силы со стороны. «К ночи готовим уже максимальный выход техники. Привлекать будем самосвалы сторонних организаций. Более сотни единиц в городе самосвалов будет работать на вывоз, выпушку снега». Снег на дорогах растаял так же внезапно, как и выпал. Спустя несколько часов пешеходы уже перепрыгивали через глубокие лужи. «Еще утром на дорогах лежал снег, а к полудню снова появились лужи. И наоборот. Такие перемены характерны для первого месяца весны, говорят синоптики. А потому советуют автомобилистам повременить с переходом на летнюю резину, а горожанам не прятать далеко зимнюю одежду». Зима берет реванш. Ведь такой малоснежной она была последний раз более 40 лет назад. Внезапную непогоду принес циклон из Казахстана. За одну ночь в городе выпала 10-дневная норма осадков. «Интенсивность осадков убывает. И, в принципе, мы полагаем, что они, конечно, возможны еще в ближайшие сутки в отдельных районах. Но в целом в ближайшие три дня мы будем располагаться в более прохладной воздушной среде. И температурный фон будет ниже, чем было на экономе». По прогнозам, в ближайшие дни ночная температура может опуститься до 20 градусов мороза. Днем будет близка к нулю, а к выходным стоит ждать очередную оттепель. Вячеслав Горчаков, Олег Королевец, Алексей Андробаев. Новосибирские новости. Депутаты Комитета Законодательного собрания Новосибирской области по транспортной политике признали, что федеральный закон не урегулировал ситуацию на рынке таксомоторных перевозок. Лицензию получили около 2,5 тысяч таксистов. Остальные не торопятся. Масса нелегальных коммерсантов продолжает оставаться в тени и работать в гораздо более выгодных условиях, сетуют депутаты. Ространснадзор, сославшись на дефицит инспекторов, официально отказался от контроля за соблюдением закона. А ГИБДД не может заниматься этим, поскольку не внесены необходимые изменения в правила дорожного движения. Поправки к федеральному закону будут приняты не раньше июля. До этого времени областные законодатели предложили оборудовать специальные стоянки для такси в аэропорту Толмачева, железнодорожного вокзала и навести порядок на городских парковках. Новосибирская митрополия обратилась в полицию с просьбой разобраться в скандальной истории с появлением плакатов в поддержку группы провокаторов Пусси Райт. Изображения были стилизованы под иконой и появились на улицах в центре города. В своем обращении священники просят правоохранителей провести расследование. А также обращают внимание на то, что владельцы рекламных площадей, на которых были размещены, цитата, «кощунственные, ущемляющие чувства православных верующих новосибирцев изображения», не направили в адрес митрополии своих объяснений. А помню, постеры в поддержку девушек из Пусси Райт появились в центре Новосибирска в воскресенье. Уже в понедельник их демонтировали. Группа получила скандальную известность после хулиганской выходки в храме Христа Спасителя. Сейчас участницы группы находятся в СИЗО. Тем временем на улицах Новосибирска можно увидеть множество рекламных плакатов, которые можно считать, если не аморальными, то пошлыми. Делая рекламу с подтекстом, многие думают только о прибыли. Ситуацию мог бы изменить рекламный кодекс, но такой пока принят лишь в Москве. Почему реклама с перчинкой не пропадает с улиц, разбирался Алексей Фазлеев. Рекламные конструкции буквально заполонили улицы города. На эту пестроту многие уже и внимания-то не обращают. И в такой ситуации для многих компаний единственная возможность привлечь к себе внимание – это проявить оригинальность. Реклама с перчинкой сейчас на пике популярности. Игра слов и образов порой доходит до откровенной пошлости. Хотя бы в силу того, что рекламу наблюдают все, но рекламу наблюдают в том числе и дети. И в этом смысле нельзя забывать о том, что реклама выступает еще и с воспитательной функцией. То есть она так или иначе влияет на воспитание. Директор рекламной компании Александр Филюрин даже блог в сети завел. На своей странице он составляет хит-парад новосибирской рекламы и критикует самые неудачные плакаты. При этом чаще борется не с пошлостью, а с неграмотностью своих коллег. Лозунг «Не тормози, сникерсни» – это очень коряво. Но он формирует, благодаря многократному использованию, он формирует какую-то иную языковую среду. Это не по-русски. Так нельзя говорить. Очень некрасивое слово «сникерсни». Нарушать этические нормы некоторые компании начинают с собственного названия. Сотрудники патентного центра уже устали читать бизнесменам морали. Вы понимаете, то есть регистрацию мы не пройдем. Права на это вы никогда не получите. Вы можете скреативить, но это вам грозит тем, что если будут желающие, то по закону рекламы вы, получается, что нарушаете права и выпускают такую рекламу в свет. Часто в рекламе используют всем известные образы. Когда родина-мать зовет на тусовку, призвать к порядку могут только сотрудники антимонопольной службы. В каждом конкретном случае следует определить, в чем она выражается, эта непристойность. Либо оскорбительный образ. Если исходить из того, что, допустим, мы рассмотрели в 2011 году, у нас было две таких рекламы, которые мы посчитали, что содержат они оскорбительные образы. Несмотря на старания защитников закона о рекламе, оскорбительных и пошлых баннеров на улицах не становится меньше. Ведь ответственность за нарушение закона измеряется несколькими тысячами рублей. Алексей Фазлеев, Артем Тумарь, Новосибирские новости. Восемь тысяч новых мест появятся в этом году в детских садах Новосибирской области. Решение проблемы из регионального бюджета выделят около двух миллиардов рублей. Школы тоже без внимания не останутся. Их ждет масштабный ремонт, крыши, спортивные залы, замена окон, переход на светодиодное освещение. Порядка двухсот образовательных учреждений, в первую очередь, самые крупные, оснасят системами экстренного вызова и пожарного мониторинга. Продолжат устанавливать камеры видеонаблюдения, закупать компьютеры и другую технику. Впервые за долгое время для школ закупят более ста автобусов. Приятные изменения в этом году ждут и педагогов. Средняя зарплата увеличится более чем на тысячу рублей и составит почти двадцать с половиной тысяч. Сегодня на самом-то деле экономическая самостоятельность школы, на мой взгляд, чрезвычайно высока. И от того, насколько профессионально и грамотно построена работа по оплате внутри, в общем-то, во многом зависит успех. Ну, поговорите с лучшими школами, вы, например, столкнетесь с тем, что там есть учителя, которые сегодня получают по пятьдесят тысяч рублей. Такие есть. Это люди, так сказать, с высоким уровнем образования, так сказать, с высокими результатами и, самое главное, достаточно много работающих. Владимир Познер сегодня встретился с журналистами и студентами Сибирского института международных отношений региона Ведения. Аудитория активно задавала вопросы о развитии взаимоотношений между Америкой и Россией. Также известный телеведущий и писатель затронул тему будущего Сибири. Китайцы, которые, мне кажется, для России куда опаснее Соединенных Штатов Америки, даже никакого сравнения нет, поглядывают на Сибирь и постепенно, не спеша, они вообще никогда не спешат, постепенно внедряются. Мне бы очень не хотелось, чтобы основным языком Сибири когда-то был китайский. В Новосибирске появились первые в России менеджеры по профилактике диабета. Новую специальность получили 10 эндокринологов, пройдя обучение под контролем немецких врачей. Именно в Германии разработали уникальную программу. Теперь новосибирские специалисты будут работать не только с теми, кому диагноз уже поставлен, но и с людьми из группы риска. Светлана Селиванова и Анаит Хачатрян теперь не просто врачи-эндокринологи. Как менеджеры по профилактике диабета они будут работать и с теми, кто еще не заболел, но уже в группе риска. Мы должны суметь смотивировать людей для того, чтобы они это восприняли как есть на самом деле, что действительно это группа риска, и может быть у них случится заболевание. На базе городского диабетического центра и еще десятка городских медицинских учреждений будут созданы группы для таких занятий. Никаких лекарств, только правильное питание и здоровый образ жизни. Врачи-эндокринологи и психологи будут советовать, как вернее распланировать день и как найти время для занятий спортом или хотя бы прогулок. Одним пациентам предстоит посещать занятия регулярно, кому-то достаточно будет двух-трех встреч с специалистом. Планируется на активное обучение около 20 человек. И те, кто не захотят, наверное, в первое время обучаться, а просто понаблюдаться, посмотреть за этим, еще, может быть, человек 20. В будущем, если они захотят, мы их, конечно, можем пригласить в активную группу. Рост заболеваемости диабетом сегодня отмечается по всему миру. В Европе уже внедрили такую программу профилактики, и результат есть. Но в России Новосибирск пока первый город, где начали применять подобный подход. Квалификация новосибирских коллег очень высока. Она полностью соответствует тому уровню и тем требованиям, которые предъявляют к менеджерам по профилактике диабета во всем мире. Мы абсолютно удовлетворены их работой и их подготовкой. Если проект будет удачным, возможно, в ближайшие годы именно в Новосибирске появится учебный центр, где желающие врачи смогут пройти переподготовку и получить диплом менеджера по профилактике диабета. Мария Черешнева, Максим Федосеев, Новосибирские новости. Управляющие компании научат вежливости. На специальных семинарах коммунальщикам объяснят, как работать с собственниками жилья эффективнее. Только за два месяца работы нового комитета мэрии по работе с управляющими компаниями от недовольных жильцов поступило почти 400 жалоб. Большинство нареканий связано с ремонтом и содержанием домов. Жители волнуют, почему в управляющих компаниях даже не дают разъяснений. Между тем, все это собственники должны вносить в перечень услуг на общем собрании. Чем шире их набор, тем выше плата за жилье. Если они заказали ремонт подъездов, то они вправе этот ремонт подъездов требовать, поскольку они оплатили за него в плате за жилое помещение. И если какие-то работы, которые определены в утвержденном на общем собрании собственников перечни работы услуг, не выполнены управляющей компанией, то собственники вправе вернуть свои оплаченные средства за невыполненные работы. Все больше у новосибирцев претензий к банкам. Ежегодно число заемщиков, чьи права нарушают кредитные организации, увеличивается более чем в два раза. Так, в прошлом году в городской комитет по защите прав потребителей обратилось более 50 тысяч новосибирцев. В основном это претензии по поводу необоснованного взимания денег, штрафов за досрочное погашение, одностороннее повышение процентной ставки по кредиту. Несмотря на то, что федеральный закон запрещает подобные действия, банки осознанно идут на нарушение. А люди, торопясь получить деньги, считают договор невнимательно. Что первое мы советуем, это составить претензию в адрес банка, если явно есть какие-то нарушения. Получив уже ответ от банка на эту претензию, мы понимаем дальнейшие шаги. Либо удовлетворяется то требование, которое потребитель выдвигает к данной претензии. Если отвергается, отклоняется, то, соответственно, готовим исковые заявления, и потребитель идет в суд. Шестерых человек задержали за крупную кражу в одном из супермаркетов Октябрьского района. Камера видеонаблюдения зафиксировала, воры на кассе рассчитываются только за пиво. При этом сумки у них полны бытовой химии. Кроме того, каждый из них надел на себя по нескольку штанов и курток из отдела одежды. Старые туфли тоже оставили на витрине, а вышли в новых кроссовках. До того, как гостей из ближнего зарубежья задержали, они успели повторить этот трюк дважды. Пока конкретно ничего они не поясняют. Первоначально даже некоторые из них назывались не своими данными. Поэтому сейчас дополнительно еще устанавливается их личность. И будем определяться, как они здесь находятся, легально, нелегально. Где проживают, есть ли у них документы. После чего будет к ним применена уже какая-то мера пресечения. Огни не гаснут 90 лет. Старейший в России литературный журнал отмечает юбилей. Именно в этом издании впервые свет увидела угрюм река Шишкова и Любавина Шукшина. Вечный зов Анатолия Иванова. Повести Оставьева и Распутина. Для ценителей литературы приготовлен настоящий сюрприз. Открытие Всероссийского фестиваля поэзии «Русский беркут». Вот это из Нью-Йорка мой, так сказать, товарищ, очень известный русский поэт Бакыт Кинжаев. К выпуску готовится новый номер журнала «Сибирские огни». Юбилейный. За 90 лет своего существования это издание для литераторов разных стран стало больше, чем просто журнал. К молодым авторам здесь всегда было особое отношение, вспоминает писатель Михаил Щукин. Были очень сильные морозы. И так было забавно видеть на наших знаменитых писателях сибирские валенки. Но в отличие от погоды обсуждения были очень жаркие, серьезные. И, конечно, несказанная радость, когда твои рассказы взяли в журнал «Сибирские огни». Первый номер «Сибирских огней» выходит в марте 1922 года. Его не перестали печатать даже во время Великой Отечественной войны. В дни, когда все отдавалось фронту, «Сибирские огни» становится своеобразным альманахом патриотических стихов. Сейчас это кажется невероятным, но в 70-е годы и вплоть до 90-х тираж журнала достигал астрономических цифр – 100-120 тысяч. Несмотря на это, выход каждого номера всегда вызывал ажиотаж среди читателей. Журналы вообще были очень популярны, потому что в каждом журнале можно было найти уникальную публикацию, которая иногда потом отдельным изданием не появлялась. И она так и оставалась в журнальном варианте. Сейчас редакция не может похвастаться тиражом. Теперь журнал все больше читают в интернете, на специальном литературном сайте. Но критерий отбора произведений все так же жесток. На бульварное чтиво – табу. Мы должны совмещать в себе все. Принцип один. Единственный принцип – это талант. Если человек способный, талантливый, с ним надо работать и надо его публиковать. Поздравлять с юбилеем журнал будут на следующей неделе. На торжество обещают приехать ведущие литераторы страны. В редакции говорят, лучший подарок для них – это учреждение премии «Сибирские огни» для прозаиков и поэтов. Марина Аверина, Алексей Андробаев, Олег Макаров. Новосибирские новости. Пятый сибирский фестиваль балета открылся в Новосибирске гастролями Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Столичные гости покажут на фестивале три постановки. Афишу фестиваля посмотрел Станислав Якушевич. Еще вчера они танцевали в Москве «Лебединое озеро», а сегодня впервые репетируют на сцене Новосибирского театра оперы и балета. «Худрук» сразу двух балетных труп. Игорь Зеленский давно хотел показать местной публике самые интересные спектакли столичного театра. Знакомить с постановками «Начо Дуато» и «Иржи Киллиана» необходимо как зрителей, так и танцоров. Сегодня два театра встретились, и в зале один урок закончился, другой начался. Все стоят сейчас в Новосибирске, смотрят за кулисами, как Москва работает. Понятно, что столичный театр и немножко другие условия, другие возможности. И это, безусловно, помогает артистам развиваться. Откроет фестиваль символ мирового романтического балета «Сильфида» постановки Пьера Лакотта. Спектакль, в котором великая Тальони, как считают некоторые критики, впервые встала на пуанты, не сохранился до наших дней. Хореограф воссоздал его по архивам, свидетельствам современников, отрывкам либретто. В результате возникло целое направление и даже мода на реставрацию балетов 19 века. На гастроли в Новосибирск звезды театра имени Станиславского приехать не смогли. На сцене молодые солисты. Эрика Микертичева партию «Сильфиды» танцует в четвертый раз. И сложнейшую хореографию Лакотта, и образы им предложенные, осваивала непросто. Очень много мелкой техники, очень много корпуса, позировок, каких-то жестов. И очень трудно передать образ, потому что она такая немножко коварная должна быть, немножко в то же время какая-то легкая, необычная, воздушная, как будто ее и нету. Зрители должны так понять. На фестивале, кроме постановок столичного театра, зрители увидят и премьерные спектакли местной труппы. «Спартак», «Боядерка», «Кармен», «Ролана Пяти». Ведущие партии в них исполнят солисты Новосибирского театра и приглашенные звезды. Венцом фестиваля станет премьера балета «Корсар» Адольфа Адана, работа над которым завершается в эти дни. Станислав Икушевич, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. И это все новости на сегодня. О волнующих вас событиях сообщайте по телефону редакции. Также самая свежая информация на радио «Городская волна» на частоте 101,4 FM и на сайте «Новосибирские новости». Я с вами прощаюсь до завтра и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова